60 работодателей на 1000 студентов. На базе Волгоградского государственного аграрного университета сегодня состоялась ярмарка сельхозвакансии, организованная правительством области. По ее результатам почти 255 курсников получили предложение о трудоустройстве. Каких специалистов ждут на селе и чего ждут сами выпускники, узнавала наш корреспондент Анжелика Антипина. Пришел, увидел, предложил. Около 60 работодателей приехали на эту ярмарку вакансий. Кроме аграриев региона, здесь представители Тамбова, Краснодара, Москвы и даже Хабаровска. Такая география удивила и самих организаторов. Не только Волгоградская область испытывает нехватку кадров для сельского хозяйства. Особенно нужны специалисты техники, говорит фермер Николай Олейников. Потому что на данный момент техника и технологии до того уже ушли вперед, что знания 80-90-х годов уже остались позади и нас они не обеспечивают. Как правило, хозяйством требуются еще и ветеринары, зоотехники, инженеры и агрономы. Без пяти минут выпускники Волгоградского аграрного университета готовы обсуждать предложения потенциальных начальников. Хотелось бы достойное отношение к молодому специалисту, чтобы мы не думали, что человек без опыта, не сможет работать. Достойную зарплату хотелось бы, конечно. По возможности государство сейчас нас сможет обеспечить жильем. Ожидания сегодняшних студентов обычно вполне реалистичны. И многие готовы вернуться туда, откуда приехали. Как, например, победитель Всероссийской олимпиады по энергетике Виктор Бахомов. Так как я сам из Дубовского района, для меня это моя родина, у меня там все мои родные, близкие, это мой уголок. Поэтому я хочу возвратиться туда, потому что там тоже есть объекты, которые необходимо электрифицировать. Там есть предприятия, где нужны грамотные специалисты. Такие ярмарки-вакансии проводятся девятый год подряд. В этот раз задействованы больше тысячи студентов-старшекурсников. Мы готовим специальные сборники, резюме наших выпускников по каждому факультету, где они показывают не только свой средний балл, знания, но и где они проходили практику, какие они имеют еще дополнительные навыки. Эти встречи с потенциальными работодателями обычно эффективны, хотя далеко не все выпускники стремятся занять предлагаемые вакансии по вполне понятной причине. Пока крайне низкая заработная плата. В среднем она составляет по области 8,5 тысяч рублей. Это несколько выше, чем в остальных отраслях, но гораздо ниже, чем в строительстве и промышленности. Похожая ситуация и в других регионах признают эксперты. Заявка из Хабаровска сразу на 37 специалистов. Но зарплаты там не настолько высоки, чтобы волгоградские выпускники забрались так далеко. Говорят организаторы ярмарки. В любом случае шансы устроиться на работу у наших молодых аграриев высоки. В прошлом году в службу занятости обратились почти тысячи выпускников, и лишь 60 из них с сельскохозяйственными профессиями. Анжелика Антипина, Александр Шишин, телекомпания «Ахтуба». Антипина, Александр Шишин, телекомпания «Ахтуба». Антипина, Александр Шишин, телекомпания «Ахтуба».